МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торжественное вручение паспортов состоялось в городищенской средней школе в День Конституции. Во время церемонии путевку во взрослую жизнь получили 16 юношей и девушек. Двойной юбилей. Внутренние войска Республики Беларусь отметили 100 лет со дня образования. Для воинской части 7404 этот день примечателен еще и тем, что часть празднует День своего образования. Проверили готовность к новому игровому сезону. ФК Барановича принял участие в футбольном турнире «Ивацевичская весна-2018». В играх турнира были задействованы игроки, находящиеся на просмотре. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Торжественное вручение паспортов состоялось в городищенской средней школе в День Конституции. Во время церемонии путевку во взрослую жизнь получили 16 юных белорусов. Вручение главного документа страны стало финальным мероприятием Всебелорусской акции «Мы, граждане Беларуси», которая проводится Белорусским Республиканским Союзом Молодежи с 2004 года. По завершению церемонии обладатели своего первого паспорта совершили экскурсию по залам Краеведческого музея городищенской школы, посетили ученическую бизнес-компанию «Импульс» и возложили цветы в деревне Арабовщине к памятнику героя Беларуси Владимира Карвата. Для многих юношей и девушек вступление во взрослую жизнь началось с получения ими паспорта. 15 марта 16 лучшим представителям учащейся молодежи Барановичского района в рамках акции «БРСМ «Мы, граждане Беларуси» в городищенской средней школе в торжественной обстановке были вручены их первые документы. Среди ребят – победители предметных олимпиад и творческих конкурсов, участники научно-практических конференций, победители спортивных соревнований. Поздравить школьников со знаменательным событием пришли представители власти района и педагоги. По доброй традиции в день Конституции в торжественной обстановке молодым людям и девушкам вручают паспорта. Получение паспорта гражданина Республики Беларусь дает широкие права, но вместе с тем и накладывает определенные обязанности. Понимание важности и уважение основного закона Республики дает право ощущать себя полноправным гражданином этого государства. Долг каждого – высоко пронести по жизни честь и достоинство гражданина Республики Беларусь. Гражданин – это ответственное звание. Ученики, собравшиеся в зале, несмотря на свой юный возраст, уже достигли многого. Ими гордятся не только родители и педагоги, не только Барановичский район, но и вся Брещина. Сегодня молодежь составляет пятую часть от общего количества жителей нашей Республики. В Барановичском районе проживают 1289 парней и девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Всех детей мы поздравляем. Сегодня пусть этот день запомнится. Надеюсь, он запомнится на всю жизнь. И этот первый шаг будет знаменателен для долгого взрослого пути. Но надеемся, что они станут уважаемыми гражданами своей Родины Республики Беларусь. Отличником учебы были вручены подарочные печатные издания «Я, гражданин Республики Беларусь», брошюры основного закона страны и памятные сувениры. Акция «Мы, граждане Республики Беларусь» продолжилась и сегодня. Лучшие представители учреждений образования Барановичей отправились в Минск, где в торжественной обстановке получили свой первый паспорт. Ключевое мероприятие прошло в овальном зале Дома правительства. Там мальчиков и девочек со знаменательным событием поздравила депутат Палаты представителей национального собрания Татьяна Якубович. Она вручила отличникам учебы, активистам общественной деятельности их главный документ. Всего на Брещене участие в подобных инициативах приняли более тысячи ребят. Войска правопорядка в Беларуси 18 марта отмечают 100 лет со дня своего образования. Воинская часть 7404, дислоцирующаяся в Барановичах, ведет свою историю с 1918 года. Ее личный состав все это время оказывает содействие органов внутренних дел в охране общественного правопорядка и обеспечении общественной безопасности. Накануне торжественное собрание, посвященное этому значимому юбилею, прошло в Барановичском университете. Мероприятие, приуроченное к празднованию столетия внутренних войск Беларуси и дню рождения воинской части 7404, состоялось в стенах Барановичского университета. Торжественная атмосфера встречала гостей с порога. Была организована выставка боевого снаряжения, подготовлен импровизированный живой музей военной формы, начиная с образцов 1918 года, а в центре фойе расположился оркестр. Большой юбилейный концерт развернулся в актовом зале университета. В этот день за добросовестную службу нагрудными знаками, грамотами, благодарностями были награждены как ветераны части, так и те, кто находится на боевом посту. С профессиональным праздником и днем образования части военнослужащик пришли поздравить представителей исполнительной власти, а также коллеги из правоохранительных структур. В этом 2018 году логично перебрелись две темы. Малой Родины и столетия внутренних войск МВД Республики Беларусь. Если вдуматься, то одно без другого существовать не может. Все просто. У нас есть Родина, и ее нужно защищать. Защита Отечества – это ведь не только оборона и защита внешнего врага. Это и поддержание порядка и законности внутри государства. Эту почетную и ответственную задачу уже сто лет выполняют внутренние войска МВД Республики Беларусь. По традиции, командир бригады полковник Владимир Гавдур попросил всех присутствующих почтить память, отдавших свою жизнь служению Родине минутой молчания. Военнослужащие внутренних войск и днем, и ночью несут службу по поддержанию правопорядка в стране. Их роль не всегда на виду, однако имена не обеспечивают спокойствие на улицах городов, безопасность на больших и малых общественно-политических и культурно-зрелищных мероприятиях. Также от профессионализма военнослужащих зависит надежность охраны исправительных учреждений, а специалисты саперно-пиротехнических подразделений ежедневно, рискуя жизнью, обезвреживают взрывоопасные предметы. Несколько реорганизаций при именовании части никак не повлияли на боеспособность личного состава, его духа. За долгий путь, длиной в 100 лет, было много разных событий, и хороших, и не очень. Это жизнь. Но не было такого случая, чтобы наши войска дрогнули, спасали перед трудностями. За 100 лет сменилось не одно поколение военнослужащих. Их нелегкая, но ответственная служба способствует тому, что спокойствие на улицах стало визитной карточкой Беларуси. Уважаемые телезрители, с 14 по 17 марта в городском Доме культуры по адресу улица Ленина, 4А, проходит ярмарка нужных вещей и товаров. К новостям спорта. Три дня на базе Клиновка арены в Ивацевичах проходил первый на новом стадионе турнир по футболу под названием «Ивацевическая весна-2018». Участие в турнире приняли четыре команды, в том числе и футбольный клуб «Барановичи». Для ФК «Барановичи» этот турнир был хорошей возможностью проверить свою форму накануне старта национального чемпионата. В первый день наши футболисты встретились с хозяевами площадки и победили со счетом 2-3. Во второй день турнира подопечным Ивана Крутова противостояли спортсмены и Житковичей. В первые минуты игры «Фортуна» была на стороне барановичских игроков. Защитник выбил мяч буквально с линии ворот. Затем Владислав Яскевич попал в штангу и ситуация изменилась. За две минуты наша команда пропустила два мяча и это подломило игроков. После перерыва пропустили еще один мяч. Счет встречи 3-0 в пользу Житковичей. Очень обидно, что нашим игрокам молодым не хватает надежности и стабильности. Мы провели вроде неплохой матч с обилием голевых моментов, а в итоге уступили 0-3. Это не радует, есть над чем работать. Но еще раз повторюсь, мы пытались, старались играть в футбол, комменционный футбол. И прививаем такой футбол своей команде. Но она довольно-таки молодая. И на контрасте двух матчей, допустим, с Городеей, с Гранитом, с соперником, которые превосходили, наверное, жидкий ЮАЗ, мы почему-то так вот плохо 0-3, не совсем удачно, скажем, сыграли. Да, есть у нас травмированные футболисты, это основные футболисты. Но те, кто их заходит за меня, должны соответствовать, наверное, уровню. Некоторые, конечно, сегодня разочаровали. Я могу сравнить игру с Городеей, когда мы играли на Вести. Там хоть поле было и плохое, но тогда как-то у нас лучше получалось взаимодействовать. И, ну, ребят, лучше игра шла. Сегодня, мне кажется, что-то пошло не так. И два быстрых гола, то, что мы пропустили, наверное, подломило нас. И до конца показать то, что мы можем, не получилось. Главный тренер ФК Барановича Иван Крутов задействовал игроков, находящихся на просмотре, а также дал шанс молодым футболистам из Академии клуба. По сути, находимся в стадии формирования команды. Еще будут приезжать люди, но уже более на ключевые позиции. Мы по остаточному принципу уже комплектуемся 2-3 позиции. Допустим, тот же Хлебосолов из Ливанта приехал, пока он поддерживает с нами форму. Но вполне возможно, может быть, первый круг за нас и выступит. Барановичский воспитанник, конечно, он добавит нам креатива в атаке, если останется здесь. А так, в принципе, мы практически укомплектованы, за исключением травмированных, больных. Практически костяк человек 20 у нас есть, боеспособных футболистов. По итогам турнира первое место у команды из Житковичей. Барановичские футболисты на четвертом месте. Дмитрий Тарасевич признан лучшим вратарем турнира. Я вижу по игре, они бегут, все стараются, скрываются, бегут. Но вот как таковой, нету старичков, как говорится, опытных ребят, которые могли бы где-то придержать игру, приостановить, подсказать. А просто одни молодые ребята играют, поэтому, наверное, так получается. В первом тайме при счете 0-0 наши могли забить, попали в штангу, сразу ответка пошла. 0-1. И потом второй мяч получили. Вот сейчас пару минут только третий мяч. Но это ничего страшного, результат, как говорится, не давлеет. Надо, конечно, думать, работать. Еще три недели есть. Надо подтягивать физические, технические аспекты игры футбола. Ну, будем надеяться. По мнению главного тренера, этот турнир стал хорошей возможностью оценить игроков и команду в целом накануне старта национального чемпионата. Но главные игры сезона все-таки впереди. И команда рассчитывает на поддержку болельщиков. Хотелось бы попросить болельщиков, чтобы они в этом году, в том году, например, того года, очень мало болельщиков. Конечно, это от качества игры команды зависит. Но хотелось бы всех болельщиков призывать, во-первых, на стадион, поддержать эту молодую команду, в которой много барановичских воспитанников, молодых футболистов, юношеских сборных. Пятый международный турнир по хоккею на траве «Кубок Содружества» на призы Барановичского горесполкома пройдет с 6 по 10 апреля. Традиционно местом баталии станет стадион «Дубова Спорт». Среди участников – «Смолевическая Виктория», «Гродненский ритм», «Казахстанский Бесарс», «Российская Динамо» и «Домчанка», «Украинская Сумченко» и «Сборная Литвы». За победу поспорит и хозяева поля местный текстильщик Баргуу. Это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»